Природа уже даже не просит, а умоляет о помощи, уверены участники ярмарки экологических проектов. Третий год подряд в Московской школе управления Сколково собираются неравнодушные к проблемам окружающей среды люди. В мероприятии принимают участие и крупные промышленные производства, и волонтеры, и юные экологи. Команда Химкинского лицея номер 12 подготовила целое театральное представление. Мы хотели визуально показать то, как мусор и то, как образ человеческой жизни влияет на природу, какая сейчас экологическая обстановка и как ее можно решить. Сами мусор разделяете? Конечно, у нас в школе стоят раздельные баки, то есть мы даже в школе разделяем мусор, дома соответственно тоже. Жюри конкурса номер оценила и присудила ребятам первое место в номинации «Экопросвещение и волонтерство». Второе место в той же номинации взял химчанин Артем Садков. Он нашел необычное применение бамбуковым салфеткам. Бамбук, как вы видите, он вызывает ассоциации с древесным материалом. И в то же время мы его вторично используем после сервировочных ковриков. То есть коврики, которые износились, мы перерабатываем и генерируем в уникальной абсолютной идее. Елена Белоусова, руководитель федерального экологического проекта «Разделяй и умножай» призывает задуматься о каждом своем шаге и действии. Ведь иногда мы не подозреваем, какая опасность таится в самых привычных предметах. Каждый день пьем из таких стаканчиков кофе, чай. И вроде бы они позиционируются как бумажные, но насколько я знаю, внутри у них тоже пластик. Можно я возьму? На самом деле вы правы, это не бумага, он содержит пластик. Но не это страшно. Страшно, что эти стаканчики накрываются крышкой, которая маркируется пластик номер 6. И не все знают о том, что шестое пластик вообще не пригоден для пищевых продуктов. Что происходит? Мы накрываем вот этой крышкой, пары горячие попадают. У нас сразу же токсичное вредное вещество выделяется в наш кофе, мы пьем отрав. Познакомиться с участниками ярмарки и изучить представленные проекты приехал министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Мы всегда будем поддерживать, мы будем стараться находить какие-то новые формы поощрения. Что касается внедрения, во-первых, многие идеи, которые сегодня я почерпнул, оказались для меня неожиданными. Они требуют реальной профессиональной проработки и я очень сильно надеюсь, что они заслуживают внедрения. В конкурсе было семь номинаций – «Экопросвещение и волонтерство», «Бизнес для экологии», «Экотуризм как ответственное путешествие» и другие. У победителей есть шанс реализоваться в рамках национального проекта «Экология». Работа в нем ведется по пяти направлениям – отходы, вода, воздух, природа и животные, новейшие производственные технологии. К 2024 году в стране станут чище вода и воздух, сохранены леса и редкие животные, а заводы перейдут на безопасные технологии. Юлия Куштейко, Алексей Сыченко, Служба новостей.